МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пионова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. День рождения Серафима Саровского. В Диерею прошли торжественные мероприятия, посвященные памяти преподобного. Никто, кроме нас, 2 августа в России свой праздник отмечают военнослужащие воздушно-десантных войск. Дети и ковид, как переносит коронавирусную инфекцию, юные саровчане. Далее расскажем по всем подробно. Правительство выделит 4 миллиарда рублей на реализацию первого этапа президентского проекта «Пушкинская карта». Программа позволит почти 13 миллионам россиян в возрасте от 14 до 22 лет получать билеты в российские театры, музеи и галереи за государственный счет. В этом году номинал карты составит 3000 рублей, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. На первых порах в программу войдут более 800 государственных и частных организаций культуры. Их количество будет расти из месяца в месяц. По словам главы правительства, «Пушкинская карта» будет действовать на территории всей страны без ограничений. Подать заявку на ее оформление можно будет с 1 сентября в личном кабинете на портале Госуслуг. 1 августа в Серафим-Дивеевском монастыре состоялись торжества, посвященные Дню памяти преподобного Серафима Саровского и 30-летию второго обретения его святых мощей. Из-за пандемии все мероприятия проходили в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На входах в монастырь волонтеры раздавали паломникам медицинские маски, проводили измерение температуры и дезинфекцию рук. Подробности в следующем репортаже. Все верующие объединились в одну большую семью на празднике преподобного Серафима. Почтить память Саровского святого приехали люди из разных уголков России. Многие прибыли на торжества, чтобы помолиться преподобному, приложиться к его мощам и даже пройти большим крестным ходом от Сарова до Дивеева и обратно. Для каждого верующего человека вне памяти Серафима Саровского одно из самых значимых и торжественных событий в жизни. Представляется такая радость неземная. Просто не знаешь, как объяснить, единственное слово неземная. Очень хорошо, мы очень рады, что мы сюда прибыли. Очень она здесь понравилась, очень хорошо. Чувства просто преисполняют, я очистилась, и душа просто преисполнена благодатью Божией. Очень много радости. Под открытым небом на площади перед Преображенским собором Дивеевского монастыря, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии возглавил Божественную Литургию. Ему сослужили 16 архипастерей, в числе которых и митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. По традиции, раку с мощами преподобного Серафима перенесли перед началом богослужения из Троицкого собора и поставили за престолом. Преподобный Серафим, называясь его убогим, по кротости и смирению, оставил нам завет жизни, смысл жизни человека на земле. Человек должен своими трудами, словами и мыслями стяжать в своем сердце мир, дух, дух, благодать, духа святаго. Вот мы призваны ко всему этому и в постах, и в молитвах, и в деньях, и в трудах, и словах, и мыслях. Это наши великие русские преподобные, которые молятся за нас, которые пристроят пред Господом, приносят свои молитвы за нас и своей любовью покрывают наши все грехи. Чувства переполняют нашу душу. Во-первых, святость России, она была, есть и будет. Святая Русь, храни веру православную. Батюшка Серафим был одним из важных наших подвижников защиты нашей православной церкви. Батюшка Серафим – это исцеление больных и радость здоровым. По окончании богослужения митрополит Воскресенский Дионисий зачитал приветствие патриарха Кирилла участникам торжеств. Для всех паломников и прихожан организовали трансляцию богослужения на экранах, которую установили на территории обители. Прямую трансляцию также можно было увидеть на федеральных телеканалах. Светлана Юрунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. 2 августа в России отмечают День ВДВ. Праздник всех, кто служил в крылатой гвардии, продолжает жить с девизом «Никто, кроме нас». На торжественном митинге у Вечного огня десантников поздравили представители Думы и городской администрации. На мероприятие побывала наша съемочная группа. 2 августа в нашей стране ассоциируется с честью, силой, самоотверженностью и доблестью. В этот день свой профессиональный праздник отмечают бойцы ВДВ, которые по праву носят почетное звание элиты среди войсковых подразделений. В этом году воздушно-десантные войска празднуют свой 91-й день рождения. Этот род войск является ключевым для нашей обороноспособности. Служить в десантных войсках всегда было честью. Это был особый урок мужества, становления мужчин. Желаю вам мирного неба. Отдельно хочу отметить это братство десантное, когда в любой точке планеты ты понимаешь, что тебе протянут руку помощи. Здоровья вам, светлого будущего, с праздником! Павел Новаев признается, что хотел быть летчиком, а попал в ВДВ. Такой поворот судьбы не расстроил мужчину. Правда, вместо что урвало с самолета, всю службу были стропы десантного парашюта. Свой первый прыжок Павел помнит и сегодня. Первый прыжок незабываемый. Это как раз было в Рязани. Приземлились удачно все. Ну и потом вечером было посвящение десантнике. Кто-то попадает в воздушный десант случайно, а кто-то целенаправленно готовится с юных лет. Но для каждого самым сложным испытанием становится первый прыжок с парашютом. Андрей Балашов признается, что для него было тяжело собраться с мыслями и прыгнуть. Самое страшное это было, когда вот в самолете летишь и уже надо выпрыгивать. То есть адреналин идет, вот ты выпрыгиваешь, то есть открывается парашют и ты летишь спокойно. И то есть ты уже себя чувствуешь спокойно в безопасности. То есть приземлился и как бабочки в животе. В конце митинга граждане взложили цветы к вечному огню. В знак памяти о доблестных воинах-десантниках. Екатерина Шмакова, Константин Островский и Александр Мальков. Служба новостей СОРОВ-24. Началась регистрация участников на «Атомный диктант». Акция пройдет с 1 по 14 сентября в онлайн-формате. Организатором выступает некоммерческое партнерство «Информационный альянс «Атомные города» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Для участия в проекте необходимо пройти предварительную регистрацию в личном кабинете на сайте atomdiktant.ru. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 августа в Краснодарском крае действуют новые правила заселения в отеле и санатории. По решению власти региона, туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, справку о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом или документ о перенесенном заболевании. Если этих документов у туриста нет, он может оформить согласие на вакцинацию в течение трех дней с момента заселения. В случае последующего отказа от прививки отдыхающего могут оштрафовать на 30 тысяч рублей. Детям до 14 лет включительно никаких документов не требуется. А подростки от 15 до 18 лет должны предъявить только отрицательный ПЦР-тест. Со 2 по 8 августа в Сарове состоится чемпионат России по лыжи-роллерам. Часть гонок пройдет по улицам города. Согласно постановлению главы Сарова, движение всех транспортных средств запретят. 6 августа с 9 до 14 часов по улице Строителя Захарова на участке от пересечения с проспектом Музруково, включая круговое движение на улице Академика Сахарова и до пересечения улицы Академика Сахарова с проспектом Октябрьским. 7 августа с 9 до 14 часов по проспекту Музруково от пересечения с улицей Строителя Захарова до пересечения с проспектом Мира, а также по улице Строителя Захарова от пересечения с проспектом Музруково, включая круговое движение на улице Академика Сахарова и до пересечения улицы Академика Сахарова с проспектом Октябрьским. 8 августа с 9 до 14 часов по проспекту Музруково от пересечения с улицей Советской до пересечения с проспектом Мира, а также по улице Строителя Захарова от пересечения с проспектом Музруково, включая круговое движение на улице Академика Сахарова и до пересечения улицы Академика Сахарова с проспектом Октябрьским. 6, 7 и 8 августа на улице Довиденко в районе театра драмы с 9 до 14 часов ведут двусторонние движения. В конце прошлой недели жители некоторых домов старого района пожаловались на плохое качество горячей воды. Саровчане писали в социальных сетях, что из крана текла маслянистая жидкость с неприятным запахом, которая горела, если поднести спичку. За комментарием мы обратились в АО «Саровская генерирующая компания». По словам исполнительного директора Сергея Сафонова, техническая жидкость образовалась из-за ремонтных работ и не представляет опасности для здоровья. Подробнее о том, почему произошло ухудшение качества воды, мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Сейчас в нашем городе по наблюдениям медиков 14 детей с диагнозом коронавируса. О том, как протекает COVID-19 у юных саровчан, как лечат маленьких пациентов и что можно сделать для профилактики заболевания, расскажем в следующем репортаже. Переносить коронавирус дети стали тяжелее. В третью волну выросло число госпитализаций. В июле их было шесть. Один ребенок попал в больницу с 40-процентным поражением легких. Регистрируют случаи вирусной пневмонии у грудных детей, хотя раньше у таких малышей COVID протекал бессимптомно или в легкой форме. В первую и вторую волну больше болели подростки. Сейчас чаще болезнь поражает детей от 7 до 11 лет. Как и в предыдущие волны, заболевают контактные дети, которые проживают со своими больными родителями. От бабушек, от дедушек заболевают, заражаются. Также есть привозные случаи санаторий в детских. Ну, также есть небольшой процент детей, у которых контакт неизвестен. Встречается и дельта-штамм коронавируса. У детей, которых он поражает, наблюдается поражение желудочно-кишечного тракта, тошнота, диарея и рвота. У подростков есть признаки острого гаеморита на фоне повышенной температуры, головной боли, сильной отечность и заложенность носа. Развитию пневмонии всегда предшествует длительный фибрилитет. Кашель появляется сухой у деток, признаки абструктивного бронхита. И при аускультации мы слышим крепитирующие хрипы очень часто. В нижних отделах легких таких детей мы направляем на КТ-исследование органов грудной клетки. Затем врач принимает решение о необходимости госпитализации. Если болезнь протекает легко, пациенты лечат на дому. Медики советуют чаще поить ребенка, больше проветривать помещение, увлажнять воздух. Врачи ковидных бригад привозят бесплатные противовирусные препараты и антибиотики, если необходимо. Хорошо при признаках абструктивного бронхита помогают ингаляции с глюкокортикостероидами. После выздоровления последствия коронавируса еще долго могут давать о себе знать. Очень часто у подростков мы видим длительный субфибрилитет, где-то 37-37,2 температуры. Головные боли, слабость сохраняются. Также возникают вот эти неврологические симптомы. Это кардиология очень часто, чувство нехватки воздуха, межреберная неврология, парастезия. Одного ребенка после ковида госпитализировали с Кавасаки подобным синдромом. Это редкое, но опасное воспаление характеризуется повышением температуры до 40 градусов, появлением сыпи. Может привести к энцефалиту или миокардиту. Пациента срочно госпитализировали в Нижний Новгород. Сейчас с ним все хорошо. Медики констатируют, что мы вышли на плато коронавирусной инфекции. Ежедневно регистрируют единичный случай заболеваемости детей. Чтобы подъема не произошло с началом учебного года, врачи советуют взрослым не откладывать и сделать прививку. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24. Напряженная ситуация с коронавирусом может сохраняться максимум в течение трех лет, заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, COVID-19 начнет отступать, когда в России будет 60% вакцинированных. Но пока в стране этих показателей не достигли. Горелов отметил, что сейчас в 80% случаев россияне болеют дельта-штаммом коронавируса. Он в три раза заразнее уханьского. Если пациенты с уханьским штаммом заражают средним двух человек, то заболевшие дельта-штаммом – шестерых. Также в Роспотребнадзоре рассказали, что вакцинация делает организм человека устойчивым почти ко всем вариантам коронавируса. Каждые новые штаммы становятся более заразными и устойчивыми к антителам. Остановить распространение коронавируса и его дальнейшую мутацию позволит только массовая вакцинация населения. Сказала руководитель ведомства Анна Попова. За минувшие сутки в России выявили 23 508 новых случаев заражения коронавирусом. 541 из них в Нижегородской области. В Сарове за день заболели еще 6 горожан. Из тех, кто госпитализирован, трое находятся в тяжелом состоянии. Прошедшая неделя выдалась относительно спокойной для сотрудников ГИБДД. В Сарове произошли 6 аварий, в которых пострадали только автомобили. В трех случаях водители скрылись с места ДТП. Подробности далее. За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 124 нарушения правил дорожного движения. 6 пешеходов и 4 велосипедиста переходили дорогу в неположенном месте. Нарушителям выписали штраф. Также на дорогах задержали трех пьяных водителей. На улицах города произошло 6 ДТП. К счастью, в них пострадали лишь автомобили. Ни один из участников аварии не получил травм. Это радует. Значит, люди адаптировались к этой жаре. Да и жара немного сама спала. И благодаря этому ДТП с пострадавшим не допущено. Со 2 по 8 августа в Нижегородской области проходит акция «Лето – это маленькая жизнь». Ее цель – снизить число ДТП с участием несовершеннолетних. Сотрудники ГИБДД проведут на улицах Сарова профилактические беседы с юными участниками дорожного движения. Будем обращать внимание на то, как они переходят в проезжую часть дороги, как движутся на велосипедах, как используют средства индивидуальной мобильности. Ну и, конечно, будем обращать внимание на то, как детей у нас взрослые перевозят в автомобилях. Используют ли и правильно ли используют детское удерживающее устройство. Также в рамках мероприятия для детей пройдет конкурс рисунков на асфальте по теме правил дорожного движения и веселые старты для велолюбителей. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!